Сила удара, полученного в бок китайской иномаркой, была такова, что водитель оказался на пассажирском сидении и погиб на месте. А тяжело травмированного пассажира спасателям пришлось извлечь из машины в первую очередь. Было обнаружено, что в автомобиле БАД находится два человека, один из которых находился без признаков жизни. Два мужчины были деблокированы. Один был передан сотрудникам полиции, другой пострадавший был передан в скорой полицейской помощи. Прямая и ровная дорога без извилин и поворотов, идеальный асфальт, отчетливая разметка. Даже видимость на момент ДТП в самом начале вечерних сумерок была достаточной. Значит, делают вывод полицейские, беда в водителях. Вернее, в том из них, кто выехал на встречку. По предварительной информации, 14 мая 2021 года, примерно в 19 часов 40 минут, водитель автомобиля БАД не справился с управлением и выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, где допустил столкновение с автомобилем Hyundai. В результате ДТП 25-летний водитель автомобиля БАД погиб на месте происшествия. Его пассажир, мужчина, был доставлен в больницу. Также госпитализированы две женщины, водитель и пассажир автомобиля Hyundai. Как выяснили полицейские в ходе предварительного расследования на месте ДТП, роковую роль для водителя автомобиля БАД сыграл желоб ливневки, который хорошо виден за моей спиной. Именно его зацепил колесом китайский автомобиль, прежде чем врезаться в Hyundai. По одной из версий, водитель хотел совершить обгон по обочине, так как выезд на встречную полосу здесь запрещен. Из-за разницы сцепления колес с дорогой машина стала неуправляемой. Ширина ливневки. Впрочем, до окончания расследования все остальные версии причин случившегося тоже рассматриваются. На время следственных действий и аварийных работ инспекторам пришлось полностью перекрывать движение по федеральной трассе, что повлекло изрядные пробки с обеих сторон. Иван Суверин, телеканал Первый областной.